Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы событий в студии Наталья Рылёва. В третье воскресенье ноября свой профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. В районном центре культуры прошло торжественное чествование тружеников села. Агропромышленный комплекс страны лежит в основе стабильного развития белорусской нации. От продукции, производимой сельским хозяйством, а также от опыта и ответственного подхода людей, которые ежедневно трудятся для обеспечения продовольственной безопасности республики, напрямую зависит экономика. Сегодня аграрии успешно справляются с возложенной на них обязанностью по насыщению внутреннего рынка высококачественной продукции сельского хозяйства и переработки. Неудивительно, что в профессиональный праздник для этих людей звучит так много поздравлений. Главный праздник осени – это не только подведение итогов большой и напряженной работы, но и прекрасная возможность сердечно поблагодарить вас за самоотверженный труд и любовь к родной земле. Выразить слова искренней благодарности за ваш вклад в дело государственной важности, обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Председатель райисполкома Геннадий Хоружик не только поздравил всех виновников торжества, но и вручил заслуженные награды, почетные грамоты и благодарственные письма Сморгонского райисполкома. Также Геннадий Васильевич наградил передовиков, весенний посевной и победителей районных соревнований по заготовке кормов. Среди сельхозорганизаций лучший результат на кормозаготовке у филиала «Жодишки», второе место заняло коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Агросолы», третье – совхоз «Моргонский». Традиционно в ноябре мы с вами встречаемся поздравить друг друга с профессиональным праздником, посмотреть на результаты нашей работы, дать оценку, произвести сравнительный анализ. И практически всегда мы думаем, что могли сделать еще больше. И вот эта мысль заставляет нас идти вперед, несмотря на обстоятельства, которые, как прицепное орудие, всегда стремятся снизить скорость тянущего энергосредства. Но благодаря взвешенными и мудрыми решениями мы все равно движемся вперед. Первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Сергей Медведскас озвучил итоги уходящего года. Он отметил, что объем производства зерновых и зернобобовых культур вместе с зерном кукурузы составил свыше 51 тысячи тонн зерна в бункерном весе. Валовый сбор масла семян рапса составил 9,8 тысяч тонн. Поставки зерна и масла семян рапса в счет государственного заказа выполнены в полном объеме. На предстоящий зимне-стойловый период заготовлено травяных кормов из расчета на одну условную голову скота 28 центнеров кормовых единиц, что позволит обеспечить общественное животноводство кормами до следующего урожая, а также выполнить задачи, намеченные на 2024 год. Подводя итоги работы отрасли животноводства, Сергей Тадеушевич подчеркнул, что за 10 месяцев текущего года надоено молока более 81 тысячи тонн, что на 11% больше аналогичного периода прошлого года. На праздник из рук Сергея Тадеушевича награды получили лучшие работники отрасли животноводства, операторы машинного доения, операторы по доращиванию молодняка крупного рогатого скота, операторы по откорму животных. Также были вручены награды победителям номинации «Лучший по профессии». Работаем в КСОП «Агросолы», комплекс «Виктория», оператор машинного доения. Профессия я с 1990 года уже. Ну, в этом хозяйстве я работаю два с половиной года. Начинал я в Крыльском районе Гродинской области. По образованию ветеринарный фельдшер. Ну, а потом пошел моя мать доярка всю жизнь. Ну, и я пошел поездить папу с детства. Мы на ферме. Я узнал всю работу. Дома мама держала хозяйство. Дома была тоже корова. Ну, вот так. Это мое, просто животноводство мое. Я сам не технический человек. В технике я ноль. Ну, а животноводство – это мое. Когда я начинал ветфельдшером работать, навыки, полученные в Волковыском совхозе техникуме, они прохождаются сейчас, на данный момент. Что я сегодня где-то могу подсказать, где-то могу обратиться на состояние животных, на состояние здоровья животных. Помогаю, помогаю. И большой плюс к этому. А что это мужская работа? Во-первых, я считаю, что должны идти мужчины в животноводство, и мужчины должны идти именно операторами машинного доения, доер, оператор, потому что все-таки для женщины это тяжелый труд. Поздравить работников агропромышленного комплекса пришло немало гостей. Награды и подарки были вручены от районного совета депутатов, профсоюза работников агропромышленного комплекса, Барсэм, Белая Русь, Совета ветеранов районного объединения, профсоюзов. Также традиционно на праздники были вручены переходящие призы бывших представителей колхозов. Михаила Миновича Крутовцова за достижение высоких показателей в области животноводства, и Петра Михайловича Корнея за достижение высоких показателей в растениеводстве. Оба приза достались коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Агросолы». Меня зовут Мацкевич Наталья Владимировна. Я работаю 15 лет в СПК «Солы», оператором машинного доения. Коллектив у нас дружный, работаю в три смены, по две доярки. Да, равнокласса хорошая. За смену мы обслуживаем 1500 голов. Работа тяжелая, но проработавшись столько лет, ну, уже привыкла. Меня зовут Сторис Сталий Иосифович. Я работаю в СПК «Агросолы», трактористом, механизатором. Сегодня в номинации для обработки почвы я занял первое место и получил награду. У меня довольно много наград, и все они призовые. Работаю я, в общем, около 12 лет. Но награды в основном я начал получать после прохода с армии, когда пошел на работу сюда. И так сложилось, что почти каждый год я занимаю призовые места. Какие секреты? Работать, только работать. Мне всегда нравилась техника, и я любил заниматься с детства. Я вырос здесь в соло, родители работали тоже в колхозе, и отец трактористом. Мне всегда нравилось заниматься с землей и работать на тракторе. К технике мне тянет, мне нравится. Вручение наград на праздники тесно переплелось с концертными номерами. На сцене выступили не только местные артисты, но и приезжие. Ретро-вумен-трио, перформанс-шоу-студио, завершила праздничную программу выступления заслуженного коллектива Республики Беларусь вокальной группы «Чистый голос». Фермерское хозяйство «Ветлов» приглашает мужчин и женщин на сельскохозяйственные работы. Чтобы узнать более подробную информацию, вы можете позвонить по телефону, которое видите на экране. 11 ноября в Сморгоне прошло выездное заседание областной коллегии управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета. В заседании приняли участие начальник управления спорта и туризма облсполкома Максим Малаховский, заместитель председателя Сморгонского райисполкома Игорь Счастный, члены областной коллегии, начальники секторов спорта и туризма райисполкомов. Сегодня в районе мы проводим коллегию, подводим итоги за 9 месяцев работы отрасли, работы отрасли в сфере туризма, в сфере спорта, в сфере физической культуры, но также подводим итоги работы за 9 месяцев в Сморгонском районе. Сегодня будет рассмотрено ряд вопросов, уже год заканчивается, понятное дело, что надо посмотреть, сделать контрольные срезы, где мы не дорабатываем, значит усилить эту работу, ну и, конечно же, похвалить за ту работу, проделанную, которую мы сделали, хорошо. Поэтому сегодня будет дана вообще полностью комплексная оценка. Более того, в этом году уже ряд нововведений было, то же самое законодательство поменялось в сфере агро-экотуризма. Посмотрим тоже, проанализируем, как оно повлияло вообще на развитие агро-экотуризма в стране в целом, ну и в районе, и в области в частности. Ну, также посмотрим на нашу спортивную составляющую, работу ФСК, физкультурно-спортивных клубов, работу спортивных школ. Мы строим качественную работу с детскими трерами в том числе, то, конечно же, через какое-то время подпитки не будет. Соответственно, и спорт высших достижений тоже не будет иметь ту подпитку, которую он должен иметь. Ну и вообще, в целом, хочется сказать, что отрасль сработала в этом году достаточно хорошо. Можно даже сказать, что в этом году мы вообще впервые, Гродненская область принимала такое мультиспортивное мероприятие международного уровня, это вторые игры страны СНГ. В городе Гродно проходило два вида спорта, это хоккей на траве и тяжелая атлетика. Скажу сразу, что оценка дана положительно. Провели мы это соревнование на высоком уровне. Такой большой плюс. Все-таки мы не забываем, что сейчас, пока наши спортсмены, хоть в некоторых видах спорта, уже начинают допускаться к чемпионатам мира, к чемпионатам Европы, но это нейтральный статус, а тут уже под своим гербом, под своим гимном. Ребята выходили на пьедестал почета, играл белорусский гимн, и, конечно, все с того, но это приятно. Ну, а также мы посмотрим ряд спортивных сегодня объектов, потому что сегодня у нас принимают участие начальники отделов, секторов, управлений, спорта и туризма всех районов и нашей области, и города Гродно. Поэтому это еще раз такая хорошая площадка, чтобы они все встретились друг с другом, чтобы обсудили, потому что, конечно же, все должны, коллеги, общаться, все должны понимать, у кого сильные, у кого слабые стороны, за счет чего подтянуться, ну и вообще в общении, и в обсуждении любой проблематики всегда рождается такое определенное хорошее зерно, истинно. Поэтому я надеюсь, что сегодня будет у нас все очень продуктивно. Более того, посмотрим потенциал спортивный, туристический Сморгонского района. В ходе коллегии ее участники посетили Сморгонский центр физкультурно-оздоровительной спортивной работы. Музей спортивное созвездие Сморгонщины в средней школе номер 7. В первую очередь это общение, общение со своими коллегами, коллегами из других районов, такой краткий обмен опытом. Мы разговариваем о тех новшествах, которые происходят в сфере физической культуры спорта. Мы обмениваемся мнениями о тех или иных ситуациях. И, естественно, приходим к каким-то решениям. Тем более, когда мы собираемся на объекциях, скажем так, спорта, физической культуры других регионов, есть что посмотреть, есть что проанализировать, есть что почерпнуть для себя, для своих непосредственно мест, где мы работаем, тот потенциал, который у вас сейчас есть. Его обязательно надо сохранить и передавать следующим поколениям, для того, чтобы Сморгонь развивалась, чтобы становилась, как в Олимпийской дивизии, быстрее, выше и сильнее. В детском революционно-оздоровительном центре «Лесная поляна» сотрудники центра провели экскурсию по центру, после чего состоялось пленарное заседание областной коллегии. С докладом по теме развития физической культуры, спорта и туризма в Сморгонском районе выступил начальник отдела спорта и туризма райисполкома Александр Лобан. По словам Александра Григорьевича, на территории нашего района подготовку спортивного резерва осуществляют три специализированных учебно-спортивных учреждения. Охват учащихся учреждений общего среднего образования основной медицинской группы занятиями в таких учреждениях составляет 839 человек. Число принятых на территории района туристов за 9 месяцев нынешнего года составило 19 606 человек, из них 951 – иностранец. Отмечается снижение количества иностранных туристов и значительное увеличение белорусских граждан, посетивших Сморгонщину, что говорит о динамично развивающемся внутреннем туризме и растущем интересе у национальных туристов путешествовать внутри страны. Всего разработан 21 туристический маршрут. На территории района осуществляют деятельность 18 субъектов агро-экотуризма. Наследство, денежные переводы, выигрыши в лотереи, заработок в интернете. Какие виды доходов в нашей стране облагаются по доходным налогам? В следующем комментарии. С 2023 года установлено порядок налогообложения товаров, работ, услуг, рожденных в рамках проведения рекламных мероприятий. Так по-прежнему являются объектом налогообложения доходов в размере стоимости товаров, работ, услуг, рожденных в рамках проведения рекламных мероприятий, если по условиям их проведения отсутствуют сведения о получателе таких товаров, работ, услуг. Вместе с тем, с 2023 года, если по условиям проведения рекламных мероприятий известны сведения об их получателях, то не признается объектом налогообложения стоимость переданных товаров, работ, услуг в размере, не превышающем 186 белорусских рублей по каждой выплате такого дохода. Если стоимость товаров, рожденных в рамках проведения рекламных мероприятий, по которым известны получатели товара, передаваемые свыше 186 рублей, объектом налогообложения является сумма установленного превышения. Такая сумма превышения облагается под доходом налогообложения в общеустановленном порядке. Также обращаю внимание на отдельный порядок налогообложения дохода, полученных в виде товаров, розданных в качестве призов в рамках рекламных игр. Положение под пунктом 2.19 ст. 196 не распространяется на стоимость товаров, розданных в качестве призов в рамках рекламных игр. Таким образом, стоимость призов, выданных физическим лицом в рамках рекламных игр, облагается под доходом налогообложения в общеустановленном порядке. Также граждане могут получать и иные доходы. Это такие доходы могут быть как наследство, получаемое от близких и неблизких родственников, также денежные переводы из-за границы. Что касается именно наследства, то по действующему налоговому законодательству наследство не облагается подоходным налогом. Что касается денежных переводов, то здесь надо рассматривать цель денежного перевода, а также от кого они получены. Так, допустим, если денежный перевод получен гражданину от близких, родственников или состоящих в состоянии свойственника, то независимо от суммы денежного перевода эта сумма не облагается подоходным налогом. В случае, если же гражданин получает доходы от неблизких родственников, ну, либо от коллег по работе и так далее, то имеется сумма, которая не облагается подоходным налогом. Данная сумма в 2023 году составляет 9338 рублей. И в случае, если гражданин получает доход более этой суммы, то уже превышение этой суммы нужно облагать подоходным налогом. Налогообложение производится следующим парадком. Гражданин должен обратиться в налоговый орган до 1 апреля следующего завода, в котором он получил этот доход. В налоговой инспекции он подает декларацию о доходах полученных, и на основании этой декларации налоговая инспекция делает расчет и предъявляет гражданину извещение на уплату подоходного налога. Налог необходимо уплатить не позднее 1 июня этого года, в котором он подал декларацию. Также теперь в последнее время очень распространено такой вид деятельности, как заработки в интернете, так называемые. Люди ведут свои каналы, какие-то блоги и так далее. В том случае, если человек на каком-то периоде начинает получать доходы по интернету, скажем так, то эти доходы также надо декларировать по истечении налогового периода. Налоговый период у нас считается, это календарный год. То есть, если какие-то были получены, допустим, доходы в 2023 году, то не позднее 1 апреля 2024 года гражданин обязан обратиться в налоговую инспекцию, подать декларацию и оплатить сумму налога, которая ему прочитается к уплате. Для установления равных условий с 2022 года отменена льгота по налогу на недвижимость для граждан, владеющих одной квартирой. Налог на недвижимость уплачивается на основании извещения. До 15 ноября 2022 года уплачивается авансовый платеж. До 15 ноября 2023 года осуществляется доплата налога. Уплатить налог можно любым удобным способом. С перечнем категорий граждан, имеющих право на льготу, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства. Осень в этом году радовала жителей Сморгонского района очень теплой погодой. Листва на деревьях задержалась на аномально длительный период. Но, к сожалению, за осенью всегда следует зима. В ближайшие дни синоптическая ситуация в нашем регионе кардиональным образом изменится. Это будет связано с циклоном, который принесет нам ощутимое похолодание. Среднесуточная температура воздуха к концу недели окажется ниже нулевой отметки. И мы можем смело говорить о первых днях климатической зимы в нашем регионе. В среду погода будет неустойчивой. Облачно. Пройдут в основном небольшие дожди. Возможно, с мокрым снегом. В пятницу под влиянием уже более повышенного атмосферного давления скандинавского антициклона, температура воздуха еще больше понизится. Ночью до минус 1-3 градуса мороза. Днем впервые в этом сезоне столбик термометра не превысит нулевую отметку. Температурный путь составит 0-2. Будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный умеренный. По предварительному прогнозу до конца недели сохранится холодная погода. На следующей неделе под влиянием циклона Северной Атлантики погода станет неустойчивой. Порывистый ветер, дожди, который будет сменяться мокрым снегом. Высока вероятность установления на территории Сморгонского района снежного покрова. Поэтому водителям, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю, стоит об этом позаботиться в ближайшие дни. Это были главные новости жизни района. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»